Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я Андрея Усенко. У меня в гостях сегодня Александр Перминов. Александр, нечего позволите, так без отчества в радиоэфире так принято. Я думаю, что можем себе позволить. Директор Кировского регионального филиала «Россельхозбанк». Добро пожаловать. Добрый день, уважаемые слушатели. Давайте начнем с истории небольшой, недавней. Вы не так давно возглавили кировский филиал «Россельхозбанка». При этом вы, в отличие от многих управленцев федеральных банков, не совсем пришлый. Вот так сложилось. Давайте чуть подробнее расскажем. Уезжали, приезжали. Как все это случилось? Да, ну был такой очень интересный эпизод в жизни. С одной стороны, я достаточно большое время работал в банковском секторе, уже более 15 лет. Работал в большом крупном федеральном банке и 4 года работал заместителем у предыдущего директора нашего Кировского регионального филиала «Россельхозбанка». То есть здесь, в Кирове? Да, здесь, в Кирове. Я сам в Вятске, я родом из Даровского района. Здесь, в Кирове, я создал семью, соответственно, здесь я получил классное образование в нашем профильном вузе в Вятском агротехнологическом университете бывшей сельхозакадемии. Здесь родились мои детки. Вот, в принципе, ну и вот был такой эпизод интересный, когда я работал на должности заместителя, поступило продолжение от руководства совершить такой маневр и возглавить смоленский филиал «Россельхозбанк». Я охотно откликнулся и вообще люблю очень такие быстрые изменения и дерзкие решения, которые, ну, дают возможность, наверное, я как бы сказал, и проверить себя, и получить новые эмоции, нового знания. Главное доказать, что можно, в принципе, на другой территории быть успешным руководителем. Ну, я работал почти полтора года, возглавлял смоленский филиал. Могу сказать, что был очень интересный опыт и очень успешная работа. Это вот 22-й? Я ушел с июня 22-го года и вернулся 15 августа. Мне предложили вернуться и возглавить кировский филиал. Могу сказать, что кировский филиал, он крупнее, получается, по объему бизнеса раза в два. А вообще Смоленск, я не сориенен, наверное, больше, меньше? Он меньше, сильно меньше, да. Там, если посмотреть, вся Смоленская область, там миллион жителей, сам Смоленск, он чуть больше, там, 200 тысяч, он небольшой. В основном, там крупные города, которые расположены вдоль минки, вдоль трассы М1, он больше к ней привязан. Поэтому, если с точки зрения... Ну, он, наверное, менее аграрный все-таки такой регион. Да, однозначно. Но здесь там, я бы, наверное, как сказал, есть своя специфика. Он может быть менее аграрный, но там сильно развито фермерство. Там крупных игроков на рынке не так много. В основном все представлено фермерами. Фермерами как совсем маленькими, начинающими, там, средней руки, ну, таких уже более устойчивых. Ну, это больше фермерское такое движение. Кировская область, она значительно более аграрный регион, с огромным потенциалом. И, несмотря на наше расположение и клипанчийские условия, я считаю, что мы очень в направлении именно аграрного сектора очень сильно развиты. И, опять же, наши показатели, которые мы уже много раз обсуждали и говорили про них, по объему надоев мы входим в тройку ППФО и пятерку по стороне. Я считаю, что это очень круто достижение и могу сказать, что с уважением отношусь к нашим аграриям. Я считаю, эту работу, которую делают, они делают ее хорошо. Я бы сказал, замечательно делают. Ну, у нас сильнейшая отрасль, это, конечно, и действительно в не самых простых условиях достаточно за окно сейчас посмотреть и понять это. Полтора года в Смоленске. Что это было, как это было, какие, ну, сейчас, как это сказать, уже потом хорошие воспоминания только остаются, а как было на самом деле? На самом деле, ну, фактически пришлось начать жизнь заново, получая практически все с нуля. Пришлось оборудовать себе и обосновывать там разные аспекты, связанные с работой. И фактически пришлось обустраивать быт фактически с нуля, там, и со съемной квартиры. Семью перевозили? Конечно, обязательно. Могу сказать, что здесь, в этом направлении, наверное, были какие-то сомнения, что, может быть, на каком-то этапе там будет сложность с переезда, с переездаем семьи, с согласием супруги. И как это вот несутся дети, потому что детки маленькие, ребенок как раз пошел в пятый класс старший. Ну, такие вот сложности были. Но, честно, могу сказать, что супруга очень активно поддержала, и мне кажется, что такое хорошее, там, и для нее было достижение переехать и попробовать, как это начать с нуля. Для детей, честно скажу, думали, что будет какое-то потрясение, но у вас школа получилась очень хорошо. Хорошая школа в центре города, помогли адаптироваться. Ребенок очень хорошо стартанул, хорошо учился, он с кружками проблем никаких не было. В принципе, все то, чем занимались в Кировской области, мы спокойно эти же самые кружки подхватили и в Смоленске. Я могу сказать, получили новый опыт, жизненный опыт, опыт жизни на другой территории, приграничной территории. У территории очень много своих особенностей, и территорию очень сильным историческим наследием. Пока мы полтора года находились в Смоленской области, мы много что посмотрели, многие вещи переосмыслили. Вернулись, когда в Кировскую область, на многие вещи сейчас смотрим, по-другому и ценим. Что-то, например, в сравнении Киров-Смоленск, где плюсы, где минусы, что не хватало в Смоленске, или что наоборот там было в плюсе. То есть, что добавили бы в Киров, или привезли бы с собой, так скажем. Вы знаете, вот мы с одним нашим клиентом встречались, я ему приводил такой пример, когда мы часто приезжали в Киров, ездили. Ну, как правило, там было, получалось так, что где-то раз в месяц, где-то два раза в месяц приезжали в Киров. Родители здесь, навещали, дети на каникулы привозили обязательно. И вот что я могу сказать, что у нас есть классные вязкие производители, которые делают отличную тушенку. И я могу честно сказать, что я из Кирова возил тушенку в Смоленск. Наверное, многие ребята смеялись, говорят, зачем ты перевозил тушенку, ты вроде там приграничная территория, в Белоруссии. Я говорю, слушайте, ну вязкая тушенка, она вот реально очень крутая. И когда мы ребят многим дали попробовать, они сказали, действительно, это вообще классный продукт. И когда я в следующий раз ехал в Киров, они говорят, привези тушенки вязкой. Что не хватало в Смоленске? Ну, чтобы мы не говорили, молочка вязкая, она реально самая лучшая. Качество, безусловно, намного лучше. Причем по всем параметрам. Это независимо от продукта молока, сметана, там какие-то йогурты. Могу сказать, что по всем направлениям, однозначно, кировская молочка, она точно лучше. И когда нам говорят, что большой объем молока из кировской области вывозят, его вывозят ведь не просто так. Просто так бы никто не повез. Качество такое, за которым хотят сюда ехать, забирать и брать это качество, качественное молоко на переработку. Ее реально не хватало. Согласен, но при этом и переработки внутри не хватает, да? Мы уже к такой отраслевой тематике. Ну да, здесь есть. Все-таки хотелось бы добавленную стоимость внутри региона получать, а не сырым вывозить. Мы здесь, как опорный банк АПК, могу сказать, что мы над этим направлением тоже работаем. И с нашими контрагентами, и те, которые расположены в кировской области, за ее пределами предлагаем. Здесь создать на территории кировской области переработку. Есть интересанты? Интересанты есть. Много нюансов. Могу сказать, что они с разными особенностями связаны. Но я думаю, что в этом направлении у региона хорошее будущее. Однозначно я в этом уверен, что точно все будет в лжевеле. Ну, закончим немного вот эту историю с траекторией перемещения. Полтора года Смоленск, и тут раз, вдруг и снова в Киров. Не было такого внутри? Вот какое было настоящее ощущение? Не было такого, что ну, так-то бы уже куда-нибудь в Екатеринбург, еще побольше, а тут в Киров снова. Или наоборот, вернуться и пригодиться на родине, что называется. Вот, наверное, вторая история была, вернуться и пригодиться на родине, потому что, понимая ту проблематику и специфику региона, и понимая те возможности, которые есть у банка на территории Кировской области, конечно, хотелось бы так приехать не просто там какое-то время отсидеться, сделать какие-то дела, и там, как вы говорите, двинуться дальше, там, в Екатеринбург, там, в Новосибирск, в Москву или еще куда-нибудь. Нет, я серьезными намерениями возвращался изначально не только там реанимировать нашу филиальную сеть, развитию, расширить со многими клиентами, с кем мы поддерживали идеолог на протяжении того времени, пока я работал в Смоленске, чтобы развивать те инвестиционные проекты, которые нам интересны банком здесь, на территории Кировской области. Могу сказать, что сомнений не было. Ну, с одной стороны, была конкретная точная задача, а с другой стороны, сомнений никаких не было, потому что регион для меня понятен, родной, и я всегда исходил из какой логики. Если на другой территории, на которой я вообще, в принципе, никогда не был, у меня получилось создать классную филиальную сеть, добиться результата, то почему я это не могу сделать в Кировской области? Мне прямо очень хочется, чтобы здесь, во-первых, мы были широко представлены, во-вторых, мы подняли качество сервиса, и мы позиционировали себя как банк в секторе ПК номер один. Но для этого все дело, и я могу сказать, что в этом направлении самая главная ценность, которая для себя всегда придерживалась, и всегда я руководствуюсь, это команда, это наше все. Команду мы создали просто, я считаю, что на текущий момент прямо ту, которая позволяет нам широко шагать, и не бояться, и никогда не оглядываться назад. Это все задачи, которые, ну, вот, сами себе ставить? Ну, конечно. Есть что-то еще, что вот, ну, такое, на горизонте стоит, и сами к этому идете? Понятно, что есть задачи банка, там, с филиальных структур и там всего. А вот личные задачи Александра Перминова, как он формулирует? Я бы, наверное, как сказал, для меня, вернувшись в Кировскую область, это тоже такой достаточно большой вызов, потому что перечень задач и, я бы сказал, наверное, приоритетных направлений, которые на текущий момент реализует банк, они быстро меняются, и то, что раньше, например, мы были не представлены в формате маркетплейсов, и то, что мы сейчас активно продвигаем, для нас, как для банка, для меня, как руководителя, это еще является таким серьезным вызовом для продвижения бренда банка на территории Кировской области. Ну, и чтобы состояться классным, отличным, я бы сказал, результативным руководителем в системе Российскосбанк, для этого нужно работать каждый день. Это ежедневный труд для того, чтобы доказать свою состоятельность и доказать нашим клиентам, что мы, как банки, мы, как руководители, способны достигать тех целей, которые перед банком стоят, и удовлетворять потребности наших клиентов, именно не просто делать то, что они от нас ждут, а каждый день превосходить их ожидания. Слушайте, а РСКБ – это же с госучастием? Да, банк 100% с государственным участием. А, 100%. Вообще, вот, интересная история. То есть, акционерный банк, но при этом 100% государство. Вы чувствуете, как это сказать, запрос государства как акционера? Ну, мы же с вами понимаем, да, в частном секторе у тебя в акционерной компании есть запрос акционеров, который не всегда совпадает, там, ну, прямо 100% с интересами самой компании, там, условно говоря, или топ-менеджмента, но это высокоуровневый запрос, да, вот в такой конфигурации есть у вас, как у регионального, ну, вообще представителя топ-менеджмента, есть вот это ощущение государства как заинтересованного акционера? Ну, конечно, и исходя из перечня задач, которые нам формулируются, мы четко видим привязку настроя и вообще там тенденции, которые реализуются в секторе АПК страны, и как они, соответственно, маркетизируются через банковскую систему именно с привязкой к Роскосбанку. Мы не тем неимая часть, а большая... А у вас больше все-таки Минсельхоз или Центробанк? Мы, знаете, вот мы часто у себя тоже этот вопрос обсуждаем, и даже иногда у нас возникала такая интересная фраза, что мы как Министерство сельскохозяйства с банковской лицензией. Вот, поэтому вот я бы как сказал, задачи у нас есть и по линии, как мы говорим, еще больше, чем банки, и по банковской сфере, и в то же время мы очень плотно работаем с нашими структурами, Министерством сельского хозяйства, экономики, промышленности. В принципе, на текущий момент вот название банка Роскосбанка, оно не отождествляет, что вот мы 100% работаем только сектором АПК. Мы работаем со всеми секторами экономики, у банка есть вся продуктовая линейка, чтобы закрыть все потребности клиентов любого сектора экономики, с которыми они к нам приходят. Но могу сказать, что наша доля на рынке пока она значительно, по многим продуктам она превышает 80%, а здесь на кировском рынке я могу с уверенностью сказать, что мы являемся опорным банком, пока точно. И наши доли продолжают отрицать от месяца к месяцу. Есть приоритеты по другим отраслям, вот на которые там, как же, что называется, пал взгляд, в который идем, или как вот это? То есть вы, по сути дела, вышли уже, но продолжаете выход из статуса там отраслевого нишевого банка, да? Вот этот процесс все равно продолжается еще, потому что стереотипное восприятие имеет место, ну, внутренние какие-то процессы. А куда идете? Ну, здесь я бы, наверное, как сказал, что сельское хозяйство, оно настолько уникальное, что оно переплетается со многими отраслями экономики, и, как правило, задача смежной в промышленности. У нас достаточно большой пласт, и в лесном хозяйстве у нас есть конкретно прямо точечные продукты, где мы можем, я могу сказать, что очень хорошо представлены, и дальше разрабатывать. У нас есть дочерняя компания, которая позволяет через банк, в принципе, продвигать продуктовую линейку для любого сектора экономики. И для промышленности, и для сельского хозяйства, и для каких-то подуторцелей. Тут никаких-то ограничений нет. И могу сказать, что, опять же, у нас какие-то стереотипы, шаблонов тоже в банке. У меня, могу сказать точно, я готов абсолютно открыто взаимодействовать с любым сектором экономики Кировской области, что мы делаем, и неоднократно это подтверждали своими делами. Хорошо, тогда Александр Перминов, он больше банкир, или как-то сельхозник, как принято говорить? Я бы сказал, что... Или тоже сельхозник с лицензией банкир. Я, наверное, больше себя отношу, наверное, к тому типу руководителей, который сочетает в себе все-таки какой-то универсальный подход. Потому что если мы будем только про банк, мы тогда перестанем слышать наших клиентов. А если мы будем только, например, про какой-то сектор экономики, мы будем забывать те аспекты, которые есть в банковской сфере. Поэтому я за вариант такой, что делать свою работу хорошо, и всегда слушать и слышать наших клиентов, что они от нас хотят. Но в сельском хозяйстве разбираетесь? Я сам вырос на селе, поэтому многие вещи успел и сам. Руками потрогать. Поэтому сельское хозяйство мне близко. И учитывая то, что я завершал обучение в нашем профильном УЗИ, я успел и на практике поработать. Ну, давайте тогда... Вот у меня есть вопрос, который далеко не каждому гостю задашь, чтобы получить профессиональный ответ. Но с учетом того, что вы сказали, давайте пообсуждаем, вот какую тему вы сказали о том, что в Смоленске в регионе достаточно развито фермерство. В Кировской области явно приоритет крупных предприятий, крупных хозяйств, холдинговых структур. У нас фермерство, наверное, даже в зачаточном состоянии где-то так находится, понимая реальные цифры и все. При этом есть дискуссионная тема насчет того, на чем должно основываться, в общем, отрасль как отрасль экономики, как отрасль народного хозяйства, либо на крупных холдинговых структурах вертикальных, у которых есть и плюсы, и минусы, либо на большом количестве небольших частных фермеров, как в некоторых странах, как в такой идеальной картинке, когда вот они там в кооперации собираются и все. Вот у вас какое отношение к этому? Ну, я бы сказал, здесь, наверное, нет какой-то идеальной структуры, идеальной картинки, какого-то идеального подхода, что должно быть только крупное хозяйство, либо только маленькое хозяйство. Тогда какая пропорция должна быть? Здесь все зависит от территории, от ее климатических условий, соответственно, опять же, от окружения, какими субъектами, спечным транспортом, доступностью, логистикой. Для Кировской области присущие исторически были, что у нас представлено крупное хозяйство, они активно развиваются. В то же время сегмент малопредпринимательства, фермерских хозяйств он всегда был. И сейчас, с учетом новых реалий, новых подходов, мы видим, что фермерские хозяйства развиваются. И даже вот если посмотреть, например, на текущий момент, Куниевский рынок, где представлено по большей части фермерское сообщество, он достаточно активно расширится. Наш проект «Школа фермера», который мы запускаем, несмотря на то, что у банка много крупных, крупнейших клиентов, банк никогда не обделял вниманием наших начинающих фермеров. И мы считаем, что это интересная история в той части, что из маленького клиента всегда вырастает чуть побольше, потом он начинает в среднем, потом он крупный, потом в крупнейшем. И вот эти истории успеха, когда мы с низов растим наших клиентов, для нас они очень дорогие и очень ценные, мы за нашими клиентами тоже смотрим. Баланс, сколько должен быть маленьких клиентов, сколько больших, но здесь, наверное, не сильно важен. Важен, какой вклад каждый из наших участников на рынке приносит в экономику региона. Но фермерство однозначно оно должно быть. С этого все начинается. Ну вот смотрите, все-таки если разговаривать, как прожженные экономисты, мы понимаем, что с точки зрения себестоимости продукции, с точки зрения эффективности процессов и в том числе экономической эффективности, конечно, производственные процессы в крупных холдингах, они более целесообразны. Фермерская продукция – это больше какие-то крафтовые вещи, привлекающие своей экологичностью, авторской работой. У этого есть перспектива экономическая. Мы же с вами понимаем, что есть фермерство как некая социальная сфера, которую государство поддерживает. Ее надо развивать, чтобы люди были на селе, иначе у нас одни карусели на фермах останутся и будут завозить вахты людей. Это неправильно, это государственная задача. Но вот экономически вы видите успешные истории, на чем они основаны? Потому что мы говорим, я же сказал, если объективно просто сравнивать один к одному, то проиграют фермеры однозначно. На чем они строят? Вот вы что видите, в чем их конкурентные преимущества? Ну, наиболее успешные фермеры, которые на текущий момент представлены, как правило, это больше семейный бизнес. Это ответственность именно ни одного человека, а ответственность целой команды, которая занимается в этом фермерском хозяйстве. С точки зрения экономики, могу сказать, те фермеры, которые у нас на текущий момент работают, они работают с положительными финансовыми результатами. Иначе сама фермерство не то бы развивать просто не стала. А с другой стороны, у нас большой объем работы в этом направлении делает наше Министерство фельдского хозяйства. Там очень много программ для поддержки фермеров, в том числе и начинающих. Поэтому это хороший старт в жизнь, который дает возможность развивать то направление, которое интересно. Одно из новых направлений, которое мы сейчас проводим в рамках обучения школы фермеров агротуризма, это вот сочетание фермерства классического с туризмом. Потому что мы видим, что сейчас запрос у населения немножко другой. Не только попробовать, но это еще посмотреть. А еще лучше приехать на месте, посмотреть, как это производится. Есть какие-то продукты для этого, кстати? У меня тут обращались, спрашивали, есть у банка продукты под агротуризм как-то нацеленные? Ну, у нас продуктовая линейка на текущий момент заточена таким образом, что мы ее можем реализовывать от зарождения идеи, то есть, в принципе, на уровне идеи и без капитала. От стартапа? Да, ну, как, в принципе, стартапы, есть такие проекты. В то же время есть поддержка на уровне месельхоза, это гаранты. С другой стороны, есть тематические программы, есть наш цифровый маркетплейс, который дает возможность фермерам начинающих, которые, например, какой-то продукт создали, вывести его на рынок с нулевыми затратами. То есть мы предлагаем... На идеальный рынок? На федеральный. То есть площадка, она общероссийская, доступ к этой площадке абсолютно бесплатный. Мы даем возможность не только зарегистрироваться, но и обучить, и помогаем свою продукцию нашу фермеру продвинуть как на оригинальный, так и на федеральный рынок абсолютно бесплатно. Это прямо маркетплейс фермерских продуктов? Да, фермерских продуктов. Наша платформа банковская, которая называется «Свое». На нее наш любой клиент может зарегистрироваться, завести свою продукцию, смотреть других конкурентов. Ну и купить может любой. Конечно, да. Здесь вопрос выстраивания логистики. Мы очень часто проводим мероприятия в банке, которые мы называем «Вкусная пятница». «Вкусная пятница» не в пятницу, ну не то чтобы в «Приятске» пятница, почему пятница. По большей части это связано с тем, что мы предлагаем, приглашаем наших фермеров продавать свою продукцию на наиболее крупных предприятиях и точках с высокой проходимостью. Причем это абсолютно бесплатно. Банк помогает организовать это место, где нужно реализовывать, а фермер, соответственно, получает доступ абсолютно бесплатно на этой точке торговать. Это такое хорошее предложение. У нас много предприятий в палате, я думаю, что мы можем тоже вам. Да, и могу сказать, что те фермеры, которые с нами в этом проекте участвуют, мы видим, что у них оборот по грузчику растет. И этот проект интересен, потому что, когда мы начинаем какую-то новую площадку осваивать, как правило, интересантов попробовать поторговать. Раньше мы начинали с двух, там предлагали двум участникам. Сейчас их и три, и четыре, и мы видим, что их больше предлагают с одного места. Но и мы стараемся постоянно их менять, чтобы продукцию, которую мы предлагаем в рамках ярмака, она была разная, чтобы у всех был доступ равный. Поэтому мы считаем, что мы даем возможность за счет цифрового маркетплейса выйти начинающим фермерам в жизнь. А с другой стороны, наш проект под названием «Вкусная пятница» дает реальную дорогу в жизнь. И мы, кстати, очень часто публикуем данный проект и на своем сайте, и на других ресурсах. Показан, в принципе, как это круто и как это интересно. Кстати, один из вариантов мы проводим вот совсем рядышком в среднем здании. Раз в две недели по пятницам проводим «Вкусную пятницу» в правительстве Кировской области. — Слушайте, надо как-то зайти. Может, даже позвать и у нас провести. Ну, прекрасный проект. Слушайте, хорошая идея. Давайте, правда, за эфиром поговорим. Я думаю, что мы можем предложить вам площадки, где это можно сделать, потому что... Ну, это хороший прям проект. Несколько минут у нас до рекламной паузы. Буквально 2-3 минуты остается, Александр. Вот, смотрите, рассказали про этот проект. Что еще получилось? Вы меньше года. — Ага, скоро уже будет год, да, вы 7 месяцев. — Да, ну, вот меньше года пока. Что получилось уже? Давайте такой дайджест. — Из таких прямо достижений, за которые я прямо вот очень горожусь, но я вам сказал уже одно из самых таких главных, вот для меня это прямо очень важно и ценно, это формирование классной, результативной команды. Команду мы сформировали, очень здорово. — Сколько человек сейчас? — У нас порядка 460 человек. Наша численность просто у нас... Да, у нас большой филиал, 29 нас точек по всей... Мы представлены по всей Кировской области в разных форматах. Могу сказать, одно из достижений, которое мне прямо тоже очень радует. В прошлом году мы открыли 4 новые точки продаж по Кировской области, где мы раньше не были представлены. Одно из достижений в прошлом году, по итогам 2023 года, мы стали самой лучшей командой страны в сегменте мало-средний бизнес в структуре Российского банка. Это очень крутое достижение. Я могу сказать, что вы за всю историю Кировского филиала мы ни разу этого не достигали. Это прямо очень классно. — Круто, круто. — А еще один из таких серьезных, наверное, может быть, вызов, который перед нами был, который мы точно так же реализовали. Вот за эфиром расскажу вам еще. Мы пригласим обязательно... 31-го числа мы открываем новый офис в Кирове. Можно небольшой анонс сделать? 31-го мая у нас будет открытие нового офиса «Карлмар-62», причем в новом формате, с новым брендбуком. Это прямо очень круто, что мы расширяем именно интересы банка и вообще его присутствие на территории Кировской области в самом городе Кирове тоже. Мы про него тоже не забываем. Для нас это тоже ценно и важно. У нас осталось несколько точек продаж, где и регионов, где мы не представлены. Могу сказать, что мы эту задачу тоже успешно решаем. И в этом году в планах открытия еще трех офисов. И мы закроем, в принципе, Сюгерскую область. Будем представлены везде. Для нас это прямо очень важно. Знаем, что эта задача для нас такая очень серьезная. И мы по ней достаточно успешно двигаемся. И последний момент, который я тоже хотел озвучить, очень важный и для нас такой интересный. Если все пойдет нормально, может быть, получится в этом году. Но если нет, то это точно будет первые полугодия следующего года. Мы откроем офис, с нового формата в городе Мутнинск. Таких офисов в стране всего пять. Мы будем шестыми. Прекрасный дайджест, Александр. Спасибо. Мы про районы с вами поговорим. Но вот сразу же после рекламной паузы, на которую мы сейчас уходим, программа «Разговор по делу». Ненадолго. Не переключайтесь. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в вестях сегодня Александр Перминов, директор Кировского регионального филиала Россельхозбанка. Ну и вот не зря прозвучало слово «регионального». Мы, говоря о таких достижениях и результатах первого неполного года, в том числе упомянули расширение филиальной сети в районах. Ну, вообще, несмотря на то, что банк уходит от позиционирования узкоотраслевого, все равно это приоритетное для него направление. И понятно, что это невозможно делать, находясь только в Москве или в областных центрах. Вам надо быть рядом со своим клиентом, а клиент физически-то находится в районах на земле, что называется. Вообще, удалось, как сказать, ну, после возвращения уже, так скажем, посмотреть на область, на территории, какие впечатления, что вообще думаете по поводу вот этих историй, когда там то ли схлопнется все в агломерации городские, то ли все-таки надо оставлять людей, и мотивировать их находиться. Здесь вот с точки зрения управленца, Александр, я, наверное, спрошу, не только банкира, которому это важно как отрасль потребитель, да, в моменте, но ведь вам важно, чтобы она развивалась дальше. Вот что здесь думаете, какие ощущения? Действительно, я сразу же объехал практически все наши офисы продаж, и, конечно же, мы объехали всю Кировскую область, там особенно эти проблемы, моменты, которые мы видели. Но основная проблематика, которая, я думаю, что, наверное, секретом для кого не является, это вопрос обеспеченности кадров на селе. Она остро стоит, и я могу сказать, что мы даже для себя, вот когда собирались, ребята, и мы в офисе, мы проговорили о чем, что мы ни при каких условиях, несмотря на наши, там, где-то кадровые дефициты в тех или иных позициях, мы не забираем и не приглашаем сотрудников с наших агропромышленных предприятий, потому что мы понимаем, какой дефицит кадров, и особенно финансовых специалистов. Мы для себя это решение приняли, и мы им руководствуемся. Мы это озвучивали на многих семинарах, там, и в Министерстве сельского хозяйства, что мы, как ответственный партнер, однозначно будем поддерживать все это АПК Кировской области, и будем давать возможности и обучать, и продвигать, и ни в коем случае не забирать себе в офисы сотрудников, которые работают в агропромышленном комплексе. Здесь могу сказать еще несколько, наверное, вариантов про кадры, которые мы на текущий момент реализуем, и что для нас важно. Мы реализуем стипендиальную программу вместе с нашим профильным вузом, но я считаю, что это хороший вариант. Мы выбираем пять лучших студентов, и четыре из них получают стипендию по 15 тысяч рублей каждый месяц, лучше получают 20 тысяч. Вот мы такую стипендиальную программу реализуем, и каждый год она реализуется. Программа обучения. Тоже есть у нас платформа такая, цифровая, называется ЯВАГРА. Мы даем возможность в рамках этой платформы, независимо, где человек находится, обладая доступом к интернету, он может на этой программе обучаться. И вот когда нам говорят, ребята, что мы уезжаем, потому что нам негде учиться, у нас там нет учебных заведений, на самом деле сейчас студенты, абитуриенты, вообще, в принципе, молодежь, имеют доступ к какой-то платформе на рыбой территории Кировской области, и имеют такой же равный доступ к ресурсам, как и люди, находящиеся в городе Кирове. Если говорить про территории, но я считаю, что пока развивается сельское хозяйство, однозначно у нас будет развиваться экономика региона и каждого отдельного нашего района. Мы здесь тоже будем поддерживать. У банка очень много программ, которые на текущий момент направлены на сохранение села и успешное развитие. Ну, есть такие флагманские, интересные для нашего региона, которые, мне кажется, очень привязаны к нашему региону. Например, у нас есть хорошая программа по благоустройству домовладений. То есть наши клиенты могут взять кредит в банке на благоустройство с суммой 500 тысяч рублей, подставку в районе 3-25 на 5 лет. Это такие целевые программы на, грубо говоря, благоустройство домовладений. Именно на селе благоустройство? Да, газификация, электрификация, водоотведение. То есть там в основном-то на селе огород нужен, а не брусчатка. Сейчас, видите, у нас активно продвигается Кировская область по газификации. Данный продукт очень хорошо востребован в рамках ветки, которая у нас там идет по тому или иному населенному пункту. Наши клиенты получают возможность за счет этого кредита купить газовое оборудование и благоустройство домовладения. А, то есть благоустройство входит и даже газификация. Да, газификация. В принципе, такой хороший продукт есть, хорошая ставка. Могу сказать, что мы его активно продвигаем. Не все получается, но тем не менее продукт хороший. Флагманский продукт, наш сельская ипотека. Могу сказать, что у нас... Как с ней? Я слышал, что были какие-то, то кончились лимиты, то снова начали... Все отлично. Лимиты есть. Огромное желание у нас. Сейчас какие условия? Условия. Измене только одно. Первоначальный взнос на 20%. Вот. Ну, я считаю, что, в принципе, в текущих реалиях это, наверное, не такой сдерживающий фактор, как было раньше. Раньше основным сдерживающим фактором был маленький чек. То есть сумма была кредита в одни руки 3 миллиона рублей. Сейчас, соответственно, как бы на 7 можно получить до 12 миллионов рублей. Это что? Это ведь на дом? Здесь несколько вариантов. Можно, да, на дом, но в то же время у нас, в принципе, все наши районные центры, они входят в опорный пункт, где, например, можно в том числе нашими подрядчиками, нашими застройщиками строить дома, оттупить этажей и покупать квартиры через сельскую ипотеку. Но там продукт такой, он очень интересный. Мы с нашими застройщиками провели переговоры. Не все получается, но возможность такая есть. Вот мы сейчас ведем переговоры, я думаю, что один из проектов в этом году мы сможем реализовать в этом направлении. В каком из районов? Это пока не хотел бы доанонсировать, потому что есть нюансы. И я просто думаю, что если этот проект будет реализован, то будет хорошим толчком для развития на других территориях. Хорошо, это по МКД, а по СЖС? По СЖС могу сказать, что... А вообще какие цифры? В прошлом году мы сельской аппетитой выдали на миллиард двести. Ну, в домах, что называется? Если в семье... В объектах, да? В объектах, ну, так, наверное, сразу, с разными чеками, наверное, не почитать, но это значительно. Это, конечно, это сотни точно. На текущий момент мы за первый квартал выполнили план, наверное, в прошлом году, если миллиард двести, в этом году мы больше 600 миллионов рублей выдали только в первом квартале. Это за счет увеличения чека и за счет спроса на строительство частных домовладений. Ну, обусловлено нескольким фактором. Во-первых, очень интересная ставка. А вторая история на селе получается, и вообще в частном домовладении там получается средняя стоимость квадратных метров ниже, и люди начали активно туда инвестировать, потому что вот это такая сберегающая сейчас тенденция, когда у нас большой объем посевок, люди начинают активно инвестировать. Инвестируют, начинают именно в частный сектор. Ну, хороший вариант. Клиентов ждем. Могу сказать, что мы на прошлой неделе подбивали количество заявок, которые у нас в некущий момент есть. У нас почти 700 заявок на 2,5 миллиарда рублей сейчас на рассмотрении. Это большой объем. Слушайте, ну это большой, но это и хорошо. Это все-таки правильное направление развития. И как раз территории, да, когда ты начинаешь жить в своем доме, да, там, в пригороде, но не в этих многоэтажках, это нормально. Территория так и будет сохраняться. Она все равно будет концентрироваться там где-то к центру, но и благодаря этому растягиваться. Слушайте, чего не хватает Александру Перминову в Кирове? Вот как человек с широким кругозором, я всегда спрашиваю с точки зрения того, что хотелось бы, чтобы здесь появилось. Что хотелось бы, чтобы здесь появилось? Ну, такой достаточно сложный, наверное, вопрос. Я могу сказать, за последние, наверное, там, года два-три у нас серьезные изменения произошли. И вот я вижу, вот я вернулся, когда со Смоленска вижу, что город прямо сильно преобразился. Он прямо очень благоустраивался. И могу сказать, что возможности, например, самое главное, вот то, что для меня важно, для детей, очень стало много. Это кружки, секции, активно развивающие площадки, появляется новый спортивный центр. Это прямо очень здорово. Я вот, наверное, что там тоже, как бы, несколько раз мы к этому вопросу с супругой возвращались. Вот что нам не хватает, что мы приобрели с возвращением. Я, наверное, как скажу, что мы обрели точно некую гармонию и возможность двигаться дальше, развиваться. И самое главное, непосредственно наблюдать, как у нас это делают, в том числе и наши дети в нашем замечательном городе, с нашими, я считаю, широкими возможностями. А вопрос, что не хватает, мне кажется, он такой риторический. У нас у каждого на каждом жизненном этапе встает какая-то новая планочка, новая цель, или какая-то возникает какое-то новое достижение, к которому мы идем, потом достигаем и дальше. Александр, слушайте, я услышал слово «гармония», оно очень важное. Я благодарю вас за наш разговор, спасибо. Рад, что вам нравится, и рад, что вы делаете тоже наш город и регион лучше. Спасибо. Так держать. Это была программа «Разговор по делу». Александр Перминов, директор Кировского филиала «Россерхозбанк». Вел программу я, Андрей Усенко. До встречи через две недели. Разговор по делу.